Почему в московском метро изначально начали строить островные платформы? Московский метрополитен открыл свои двери для пассажиров 15 мая 1935 года. Проекты строительства подземной железной дороги существовали с начала 20 века, но ни один так и не был реализован. Наконец, когда игнорировать транспортные проблемы Москвы стало уже невозможно, деваться было некуда. 15 июня 1931 года состоялся доклад Лазаря Кагановича, после которого началось возведение шикарных столичных подземных дворцов. Первые 20 лет московский метрополитен носил имя Лазаря Кагановича. При проектировании первой очереди московского метро советские инженеры взяли проект немецкой фирмы Siemens Baunion и серьезно его доработали. Конечно же, изучался опыт постройки уже готовых зарубежных линий метрополитена. Как известно, в метро существует два типа платформ – островная, где платформа расположена посередине, и береговая, где платформа по краям. В парижском метрополитене к началу 1930-х годов платформы были в основном береговыми, в лондонском и берлинском – островными. Какие основные плюсы и минусы обоих типов платформ? К преимуществам берегового типа платформ можно отнести отсутствие столкновения пассажирских потоков, которые едут в разные стороны. Береговая платформа удобнее, как конечная, так как все пассажиры прибывают с одной стороны, а уезжают с другой. Например, станция Выхина. Сейчас она уже не конечная, но долгое время ею была. С береговой платформы удобнее организовывать переходы на смежные платформы электричек. Береговые платформы проще и удобнее строить на кривых участках пути, например, станция Александровский сад. Преимущество же островного типа платформ – пассажиру легче ориентироваться. Он попадает на станцию и может уехать с нее сразу в двух направлениях, и точно не спутает разные береговые платформы. Для поездки в обратном направлении не нужно переходить на другую сторону. Как известно, строить один общий эскалаторный тоннель намного проще и дешевле, чем два. И в случае островного типа не нужно разводить пассажиропотоки по разным платформам после спуска с эскалатора. Ну и конечно же островная платформа намного красивее, чем две боковых. Так почему же в московском метро платформы в основном посередине, а не по краям? Основных причин при проектировании и строительстве, кроме перечисленных выше, было две. Они оказались весьма неожиданными. Московский метрополитен создавался изначально как памятник архитектуры. Первые и последующие станции метро специально строили такими пышными и величественными, чтобы показать преимущество советского строя над западным. И понятно, что построить подземный дворец намного удобнее и эффектнее, если платформа островная. Вторая причина – станции метро в перспективе планировалось использовать как бомбоубежище. И естественно, в такой ситуации гораздо логичнее было строить именно островные платформы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok